Из важных вещей, которые хотелось бы сказать, спасибо Дмитрию, он как бы сделал вводную в то, что такое мастер-план, если говорить о мастер-планах городов. Первая важная штука. До 2023 года примерно в стране было разработано около 90 мастер-планов городов. За последние два года это, наверное, еще плюс 50. То есть это сейчас стало такой важной большой федеральной темой. 25 дальневосточных мастер-планов в прошлом году, в этом году 18 арктических мастер-планов, плюс еще есть как бы отдельная инициатива, там Астрахань, Ульяновск, которые за свой счет это делают. То есть произошел переход от преимущественно корпоративного финансирования к преимущественно региональному, федеральному финансированию. А в связи с чем появилась важная штука, которой раньше там не было, это как бы по итогам мастер-планов поручение президента о том, как это нужно выполнять. И, собственно говоря, если отвечать на вопрос, является ли организация кампусов, развитие университетов или там высшего образования, профессионального образования в ряду как бы наиглавнейших приоритетов, на которые выделяются деньги, пока нет. Сейчас это инженерка, это как раз одна из таких вещей, которые вот сейчас мы занимаемся практически мастер-планом, там, в общем-то, уже говорят, что, ребята, по дальневосточному, по дальневосточным проектам денег было больше, теперь рассчитывайте, что их будет меньше. Потому что, начиная с Петополского, Камчатского, Южно-Сахалинского и так далее, все на инженерку пошли просить десятки миллиардов рублей. А стало понятно, что денег просто, ну, в таком количестве, наверное, выделяться не будет. Подожди, вот в конце, когда мы только набрали воздуха в легкие, ты нам говоришь, выдыхайте, денег нет и оставьте свои... Подожди, у меня... Деньги есть, просто не в таком количестве, как хочется. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...